Недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежуривал у телефона и вышел покурить. Они шли и пели тихо, в полголоса. Я даже не видел их, я только слышал их шаги по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днепро и журавлей. Я подошел. Бэйцы расположились на отдых вдоль дороги на примятой траве под акациями. Мигали приглушенными огоньками цигарок. И чей-то молодой негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев. Нет, Вась, ты уж не говори. Лучи наши нигде не сыщешь. Ей-богу. Как масло земля, жирное, настоящее. Он даже причмокнул как-то по-особенному. А хлеб зайдет, с головой закроет. А город пылал, и красные цветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем недалеко трещали автоматы, то чаще, то реже. И взлетали ракеты, и впереди неизвестность, и почти неминуемая смерть. Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул, приготовиться к движению. Все зашевелили, загремели котелками и пошли. Пошли медленным, тяжелым солдатским шагом. Пошли к тому неизвестному месту, которое на карте командира отмечено должно быть красным крестиком. Я долго стоял еще и прислушивался к удалявшимся и затихшим потом совсем шагам солдат. Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительно они въедаются, впитываются, как-то в тебя начинают прорастать. Вырастает во что-то большое, значительное, вбирает в себя всю сущность происходящего, становится как бы символом. Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшнее всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания, сейчас смерть. А вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах с головой, закрывающих тебя, было что-то, я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Вот иные столетия настали, И счет на воды утекло, И давно уже нет той затали, И в музее пылиться седло. ПЕСНЯ 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 стеклами очков глаза от бессонницы опухли щеки и без того худые еще больше ввалились я до сих пор не могу раскусить его впечатление такое будто ничего на свете его не интересует долговязый сутуловатый правое плечо выше левого болезненно бледный как большинство рыжих людей и страшно близорукой он почти ни с кем не разговаривает до войны он был аспирантом математического факультета московского университета узнал я об этом из анкеты сама никогда не говорил несколько раз я пытался завестись им разговор о прошлом и настоящем о будущем старался расшевелить его возбудить какими-нибудь воспоминаниями он молча рассеянно слушает иногда односложно отвечает но дальше этого не идет все как-то проходит мимо обтекает его не за что зацепиться я ни разу не видел его улыбающимся я даже не знаю какие у него зубы чувство любопытства также какие чувства страха у него просто атрофировано трудно его назвать неаккуратным он всегда выбрит и подворотничок у него всегда свежий но это по-видимому привычка или воспитание внешности же свои он не придает никакого значения шинель на два номера меньше хлястик под лопатками на ногах обмотки пилотка с растопыренным верхом петлиц нет я сказал ему как-то вы бы пришили себе кубики фарбер он как всегда удивленно посмотрел на меня для большего авторитета что ли просто положено в армии носить знаки различия он молча встал и ушел на следующий день я заметил на воротнике его шинели два матерчатых кубика пришитых в кривь и в кость белыми нитками плохой у вас связной фарбер с кубиками определенно не справился у меня нет связного я сам пришивал а почему нет связного вроде 18 они 150 человек ну вот один пускай будет по совместительству вашим связным излишняя роскошь пожалуй не излишняя и не роскошь вы командир роты он ничего не возразил он вообще никогда не возражает и не возмущается но связного по моему него до сих пор нет говорит радио свобода программа у книжной полки вы слушаете голос виктора некрасова старой записи в окопах сталинграда ночной бой самый сложный вид боя бой одиночек боец здесь все власть его не ограничено инициатива смелости инстинкт чутье на охотчивость вот что решает исход здесь нет массового самозабвенного азарта дневной атаки нет чувства локтя нет ура облегчающего все закрывающего возбуждающего ура нет зеленых шинелей нет касок и пилотах с маленькими мишенями как карт на лбу нет кругозора и пути назад нет неизвестно где вперед где зад конца боя не видишь его чувствуешь потом трудно что-либо вспомнить нельзя описать ночной бой или рассказать о нем на утро находишь на себя ссадины синяки кровь но тогда ничего этого нет есть траншея за ворот кто-то удар выстрел гашетка под пальцем приклад шаг назад опять удар потом тишина кто это свой где наши пошли свой нефрид нет наш неужели заняли сопку не может быть с какой же стороны немцы куда они делись мы с той стороны ползли где корноухов 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 они там впереди где там у пулемета где-то далеко впереди строчит уже наш пулемет вы ушли за солдатом солдат до свидания мальчики мальчики постарайтесь вернуться назад дешина пулеметы молчат раненый все стонет он лежит нескольких шагах от моей воронки ничком головой ко мне шапка рядом волосы черные вьющиеся страшно знакомые руки согнуты прижаты к телу он ползет медленно медленно ползет не подымая головы на одних локтях ползет ноги беспомощно волочатся и все время стонет совсем уже тихо не отрывая от него глаз не знаю как ему помочь у меня даже пакета индивидуального нет собой он совсем уже рядом рукой можно дотянуться давай давай сюда шепчу я и протягиваю руку голова приподнимается черные большие затянуты уже предсмертной мутью глаза харламов мой бывший начальник штаба смотрит и не узнает на лице никакого страдания какое-то тупенье лоб щеки зубы в земле рот приоткрыть губы белый давай давай сюда упираясь локтями в землю он подползает к самой воронки утыкается лицо на землю просунув руки ему подмышки вволакиваю его воронку он весь какой-то мягкий без костей варится головой вперед ноги совершенно безжизненный с трудом укладываю его двоим тесно воронки приходится его ноги класть на свои он лежит закинул голову назад смотрит в небо тяжело и редко дышит гимнастерка и верхняя часть брюк в крови я расстегиваю ему пояс подымаю рубаху для маленькие аккуратные дырочки в правой стороне живота я понимаю что он умрет он поворачивает голову мою сторону губы его шевеляться что-то говорят я могу разобрать только товарищ лейтенант товарищ лейтенант мне кажется он все таки узнал меня потом откидывает голову и больше уже не подымает умирает он совершенно спокойно просто перестает дышать я закрываю ему глаза строгое вытянувшиеся сразу лицо его прикрывая шапкой начинает идти снег сначала мелкий не то снег не то крупа потом большие лохматые хлопья все вокруг становится сразу белым земля лежащие люди брустуры окопов руки и ноги начинают мерзнуть уши тоже я подымаю воротник немцы стреляют наши отвечают пули то и дело свистят над головой так мы и лежим я их орламов холодный вытянувшийся с нетающими на руках снежинками в довершении всего опять начинается обстрел наш или немецкий кто его знает снаряды рвутся совсем рядом минут десять или пятнадцать потом перерыв потом опять на лед надо бежать ждать еще шесть часов не выдержу убьет так убьют от смерти не спасешься из воронки опять хрипит друг и друг что тебе давай побежим тоже не выдержал давай отвечая мы идем на маленькую хитрость предыдущих трех убило почти у самого брустура надо не добегая до наших окопов упасть к моменту очереди мы будем лежать потом одним рывком прямо в окопы может повезет переворачиваясь в сторону наших окопов лишь бы опять судорога не схватила местность перед ровной только одна воронка небольшая и убитые рядом ну готов готов упираясь левой ногой правая согнута в колени последний раз смотрю на харламова он спокойно лежит согнув колени руки на животе ему уже ничего не нужно пошел пошел снег воронка убитый опять снег валюсь на землю и почти сразу это не дышу ч 46 см шив лежу лицом в снегу руки раскинул левая нога под животом легче вскладывать будет до окопов пять шагов или 6 уголком глаза пожирает этот клочок земли надо выж没 минуты две или три, чтобы успокоился пулеметчик. Сейчас он уже в нас не попадет. Мы слишком низко. Слышно, как кто-то ходит по окопам, разговаривает. Слов не слышно. Ну, пора! Приготовься! Не поднимая головы в снег, говорю я. Есть! Отвечает слева. Я весь напрягаюсь. В висках стучусь. Давай! Отталкиваюсь. Три прыжка и в окопе. Мы долго потом еще сидим прямо во грязи, на дне окопа и смеемся. Кто-то дает окурок. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхъестественно, хочу есть. Утром мы хороним товарищей Орламова, Синдетского и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносят с поля боя санитары. Мы хороним товарищей над самой Волгой. Простые гробы из сосновых неотесанных досок. Свинцовые тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает поломешинели ветер. Мокрый, противный снег забивается за воротники. Плывут льдины по Волге, осеннее сало. Темнеют три ямы. Просто как-то это все здесь на фронте. Был вчера, сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет. А занесет тебя снегом. И будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится. Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки, три колышка. Салют. Сухая мелкая дробь автомата. Точно эхо гудят дальнобойки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы. И это все. Мы уходим. Ни одному из них не было больше двадцати четырех лет. Корнухову двадцать пять. Даже похоронить его не удалось. Его тело там у немцев. Так и не прочел он мне стихи свои. Ты от этой землянки низкой. Так далеко, как мир иной. Мне же такое видишься близкой, будто вот держусь рукой. Все погибли.